Вот когда я была на освящении первого места, это был 2011 год, было большое количество людей. Большое количество людей мне тогда казалось, что еще имя-то Гермогена не очень, да, оно возвращено народу, еще нет 12-го года, а здесь пришли почитатели и люди, которые понимали, какой храм закладывается в Гальяново. И я думаю, что это, наверное, дело всей нашей страны, дело всех русских людей помочь этому приходу и помочь этому храму, чтобы в Москве засиял храм святителя Гермогена. Вот когда был создан фонд, это ровно 10 лет назад, мечтать о том, что и памятник будет, и храмы будут в честь святителя Гермогена или патриарха Гермогена, ну, я думаю, на тот момент было невозможно. Тем не менее, сегодня в Москве два храма в честь святителя Гермогена уже действуют. Но вот храм, концерт, которому сегодня был посвящен, храм в Гальяново, он поистине по праве кто-то храм. Это храм в стиле Византии, в лучших таких традициях, наверное, искусства храмового. Самое интересное, что он был заложен раньше, чем те храмы. Он был заложен в 2011 году, именно в год 400-летия кончины патриарха Гермогена. Тогда был заложен как 200 храмов. К сожалению, там же в Гальяново сегодня перенесет на другое место. И, видимо, на тот момент казалось, что вот такой размах и оселят, сами оселят. Но, к сожалению, мы сегодня увидим, что этого не произошло, и достаточно еще большое количество денег надо для того, чтобы закончить это строительство. Я хочу сказать, что особенно в 2012, в 2015 году, когда ставился памятник патриарху Гермогену, я давал очень много интервью, и одно из моих интервью называлось «Если бы не было патриарха Гермогена, не было бы сегодня России». Это на самом деле так. Я думаю, что очень много побед было у русского народа, которым мы гордимся, но иногда мы забываем те победы, и та же победа над Смутой в 1612 году, та победа, которая спасла не просто Россию или России, население России, она спасла нашу страну, она спасла наше государство, она спасла русскую веру, православную веру. Но я хотела бы сказать вот о последней его грамоте, последняя грамота, которая была направлена не просто вот куда-то, она четко была направлена в Нижний Новгород. Я все время думала, почему туда. Оказывается, что Нижний Новгород в тот момент были под патронатом патриарха Гермогена. И вот в последней грамоте есть его слова. «Стойте за веру неподвижно, а я за вас, Богу молю». Я вот думаю, вот эти слова и то, что памятник патриарху Гермогену, который не смогли поставить до революции, но очень хотели, а именно был поставлен в наши дни, в наше время, это тоже говорит об очень многом, об очень многом. Никто себе даже тогда представить не мог в 2013 году, что сегодня мы будем переживать русская православная церковь, будет переживать, скажем, то, что сегодня происходит на Украине, то, что сегодня происходит у нас в Греции, то, что даже представить себе было невозможно, когда мы отмечали 20 лет восстановления церковной жизни, говорили о том, какое количество возрождено монастырей, какое количество церквей. И вдруг наш православный мир, Россия сегодня столкнется с такими трудностями, и стало понятно, что именно подвиг патриарха Гермогена, его стойкость, его сегодня необходим, вот этот пример, непоколебимые веры, непоколебимые веры и в нашу страну, и в Россию православную.